всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие христолюбчики братцы и сестры христе и все люди на земле всех вас приветствую всем желаю вашей жизни всего самого доброго и светлого чтоб все было хорошо мы с вами сегодня читаем комментарии на моем канале христолюб проб видели голос у пьющего в пустыне и приступим комментарии есть разные и горячие и не очень так всем кто реагирует спасибо вот такой вот комментарий александр солдаев пишет к ролику была ли мария девой когда зачала иисуса христа приветствую брата во христе немного послушал вас на вашем канале необычный вы христианин таковых любит бог вы вообще способны воспринимать вы вообще способны воспринимать братьев христиан которые имеют откровение от бога рано или поздно перед каждым живым христианином наступает момент когда писание не приносит духовный рост ведь писание не могут заменить самого бога и тогда господь своим духом дарует откровение свыше но я отвечаю александру что способен воспринимать если они несут свет миру они тьму ну или другими словами как я часто выражаюсь языком иисуса христа его известной фразы его в принципе жизнью который говорил что иисус говорил что все кто исполняют заповеди божьи до а любви к божьему творению ко всему тем не и брат и сестра и мать и отец поэтому ну я в этот раз просто написал немножко по-другому но смысл я хотел именно этот донести александр мне отвечает христианин вышедших христиан вышедших из различных демина деноминаций весьма много многие сидят по домам и закрылись от всех но есть группы которые общаются между собой господь весьма благословляет их мы находимся в разных точках страны но едины духом своим вот например есть брат во христе юрий буркин из ульяновска его можно почитать на прозе почитайте для начала и решите несет он свет миру или тьму или напишите что думаете о его откровениях ну я отвечаю саше ну речь что у нас сейчас не а юрий а вот тебе в ю тубе я не виду долгих переписок вот в комментариях как как по мне так комментарии здесь не для этого позвони мне по скайпу пообщаемся и тебе и мне много станет ясно друг о друге александр мне отвечает на нет нет технической возможности на нет и суда нет желаю всего доброго я хочу воспользоваться этим комментарием в очередной раз вот показать смысл вот этой переписки я вообще не люблю когда люди много говорят знаете о других о чем-то абстрактном что с их не жизни не связано вот саша мне написал я его пожалуйста он же мне задал вопрос как ты вашего способен воспринимать христиан да я хоть пожалуйста свободен звони я кто меня знает в интернете порой до кого-то достучаться целая проблема до проповедника до какого-то як всем открыт пишите звоните давайте дружить просто единственная уже за кто долго мне знает смотрит знает кто нет я сейчас скажу конечно же за 10 лет своего христианства семилетнюю жизнь вне интернета так скажем и последний уже больше трех лет жизни в интернете я конечно все практик практикую все пробую и у меня есть ролики конечно александр еще об этом не знает у меня есть опыт создания и виртуальной общины так и назовем да общение братья-сестры в христе в интернете все у меня это есть я много чего попробовал много чего познал и просто личного естественно от этих переписок общения знакомств я сделал свои выводы и после неких событий да и выводов игру я естественно шлифую свою жизнь всегда практическую и сейчас я особо уже не горю желанием и потому что опытом познал что это все бессмысленно и порой это просто самообман накручивать что вот если кто-то сказал что он там верит в иисуса христа но правда я уже давно прошел это я начинаю так скажем разные ступенчики рассказывать там что человек верит в иисуса все он мне брат и сестра нет это не так иисус сообщает и не говорил so都 говорил что братья и сестры никто исполняет заповеди божьи заповедь божья 1 любовь по всему его творению если вы грешите не исполняете эту заповедь единственную простую заповедь бога любви ко всему и творению если вы неслам и не свободны принадлежить каким-то культам а если вы принадлежите исполняйте их заповеди обряды постановления законы вы так и живете вы так и думайте Вы тоже мне не братья, не сестры. Вы же люди на земле. Я человек. Я вас как человек люблю, уважаю по заповеди Божьей. Я вообще верю, что все мы, естественно, дети Бога. Все мы когда-нибудь обнимемся в небесном царстве. Но это произойдет только тогда, когда все мы придем в совершенство познания, прежде всего, истины, мировоззрения, теории. А потом эту истину реализуем обязательно, практикуя в своей жизни. Доведя все это, познание и жизнь, до совершенства. А на пути этой жизни, ну что, мы будем друг другу лукавить и говорить, брат, сестра, отец, сын мой возлюбленный, я там каком-нибудь молодом буду говорить. Если я вижу, что этот человек абсолютно не соответствует тому, что я познал, да. Он ни в теории, ни на практике не познал истину, да. И пожалуйста, вот человек вроде бы начинает мне писать, я вот вам живой пример. Я уже понимаю, что наш, в принципе, контакт закончился, да. Он не успел, он закончился, не успев начаться. Он мне сам пишет, а в оконцовке что? Ну вот, там есть какой-то дядя Вася. Иисус сказал, сотворите и научите. Я во всем дал вам пример, идите и вы являйте, как вы видели, как я вам явил истину на деле. Вы точно так же в себе явите эту истину и покажите другим и научите других. Спрашиваю Саше прямой обратный вопрос, задаю, пожалуйста, звони. Ты на собственной опыте, на собственной шкурке почувствуешь мою способность, вообще мою способность воспринимать других христиан. У него никакого желания. Что значит нет технической возможности? Ну просто он пять минут назад ответил. Я еще ему тоже ничего не ответил. Но я реально задам этот вопрос ему. А что, в чем сложность сейчас, какая техническая? То, что у тебя есть интернет, очевидно. У тебя есть какой-то смартфон или компьютер, очевидно, ты пишешь комментарии под моими видео. В чем проблема? Веб-камеру купить, господи, она тысячу рублей стоит. Я думаю, любой человек может себе позволить веб-камеру со встроенным микрофоном. Тысячу рублей тебе обойдется, это чудо. Я не требую от тебя супер качества, да, тем более там по скайпу это не видео записи, где там немножко другая технология. По скайпу достаточно самой простой камеры, она достаточно хорошо передает изображение собеседника. Все. И звук плохо, хорошо даже во встроенной веб-камере будет достойный. Для записи он там искажается, кто знает, там желательно хорошие микрофоны. Для общения личностного этого достаточно. А более того, тебе вообще ничего не надо, если у тебя есть смартфон. А вы знаете, покажите мне человека здравого, у которого сейчас нет смартфона. У тебя есть смартфон, значит у тебя есть все уже. И микрофон, и камера, и у тебя есть интернет. Пожалуйста. Он у тебя слабенький, ладно. Я смирюсь и да, с тем, что я тебя не увижу. Ну хотя бы услышу. Звонки в современном мире, опять отмаз какой. Все бесплатно. Ватсап, Телеграм, Вайбер, Скайп. Любой звонок бесплатен. Да и по сотовой связи сейчас и тарифы есть. И если у нас одинаковый, можно узнать оператор. У нас и межгород будет бесплатно. Сет Теледва там на Теледва. Вот я хочу просто, Саша, ответить. Любение техническое наверняка возможно нет. А желание. Ты правильно написал. И ты, я так понимаю, как раз относишься не к тем, кто светит миру. А к тем, кто сидит вот в этой комнатушке. Выйди из секта, ты и засел в этой комнатушке своей. Вот я так это вижу. Может я ошибаюсь. Я тебе предложил развеять мои сомнения. Тебе, если ты с чем-то ко мне пришел, так иди до конца. Чего ты бросил на полпути. Я тебе логически здравую цепочку предложил. Ты мне написал. Я тебе ответил. Ты задал мне вопрос, на который ответить я тебе, как я отношусь. Как раз, какой следующий шаг? Созвониться людям, познакомиться. Дальше люди могут даже в реальной жизни встретиться. Так знакомятся по интернету люди, которые ищут себе мужчину или женщину, мужа или жену. Друзья также находятся. Братья и сестры во Христе. Вы сами отказываетесь. Дал мне ссылку на некого Юрия Буркина. Ну и что? Ну я может почитаю. Ну что дальше-то? Мне теория не интересует. Я истину познал. Я ее благовествую. Я ее познал и в теории, и на практике. И теперь спокойно свечу людям. Юрий Буркин вряд ли мне даст какие-то откровения, которые мне нужны, потому что мне ничего не надо. Ты становишься источником текущим, жизнь вечную, людям. Это ты сам наполняешься. Ты никого никогда не напоишь, если ты сам еще пустой. Господь сказал, по плодам их узнаете. Раз я что-то даю, значит я сам уже под завеску. Я реально перестал кого-то смотреть, кого-то слушать. У меня нету больше вопросов в этой жизни. Я не ищу откровений по писанию. Я не ищу откровений о будущих временах. Мне достаточно книги-откровения, которая мне открыта, в отличие от многих. Для меня она реально так и называется, в прямом смысле слова. Откровения. Для меня там все открыто. Мне достаточно, что там написано, знания о последних временах. И прочие-прочие вещи. Меня интересует сейчас действительно личное, братское, сестринское, теплое отношение. Таких я рад буду встречать людей, общаться, знакомиться, дружить. Причем, как я всегда говорю, многим это полюбилось. Это так и есть. Этим занимался Иисус. Любовь, она в бытовухе. Жить реальную жизнь у друг друга. Радостями и скорбями. Причем, это реально действительно возможно делать удаленно. Я говорю, опыт у меня был создания такой общины. Я ее сам в оконцовке закрыл. По той простой причине, потому что я делал некоторые неправильные шаги. Это не грехи, это простые практически ошибки. Я все равно через силу кого-то добавлял, кого понимал, что не хочу. Где-то не хотел отказать, обидеть. Где-то рисковал. Думая, что может быть в среде этот человек станет таким же, как мы. А мы таким же, как он. Если он в чем-то лучше нас. Я понимаю, что это были ошибки, когда я шел против внутреннего голоса. Когда мне, в принципе, все нутро говорил. Нет. Этот человек не готов, не хочет. Я его не вижу в этой группе. Но я шел наперекор сам себе. И я просто освободился от этого. У меня до сих пор есть группа. В ней всего несколько человек, пару сестер. Те, которые со мной от начала, так скажем. Но от начала тоже, какого от начала? Когда они увидели меня в Ютубе, мы познакомились, стали общаться. И мы действительно все эти года душа в душу жили. Таких людей совсем немного. Если раньше я, помните, рассказывал тоже. Я каждого видел, думал, а вот он он. Прям он ко мне пришел, все. Значит, это вот я должен ему все туфли расцеловать. Опыт показал, что это не так. Теоретический опыт. Я по-другому стал читать Евангелие. Я вижу в Евангелии, когда опытом познал, когда обжегся. Вот. Всех этих вещей. Я и по-другому стал Евангелие читать. Потому что и опытом истинно познают спасение жития. Я увидел, что это совсем не так. Я перестал иллюзии выстраивать в себе. Очаровываться. Очаровываться. Да, тем, что не следует тем, что очаровываться. Вот и все. И вот, кстати, живой пример переписки. Я, конечно же, никогда не, так скажем, отступаюсь, не падаю духом. Вот. Я поэтому и сейчас опять говорю, у кого есть желание, не стоит меня бояться, не стоит стесняться. Вот. Я открытый. Я никогда открытому человеку не плюну в душу. Мы можем разойтись через некоторое время. С некоторыми я даже, так скажем, наоборот, сближались. Это с нас хуже. Мы что-то, кто-то потом считал, что я ему что-то должен, да, что-то от меня требовал. Я не выполнял его требования. Мы расставались. Вот. Или навсегда. Или как-то просто теплые отношения у нас такие близкие переставали. Многие даже после этого все равно меня смотрят. Но мы уже не общаемся. По-разному было. Но кто знает, я никогда не предам в том плане, я не начну грязь выливать. Что лично, что закулисно там. Ему припоминать что-то там, да. Тем более человек, может быть, сделал мне тоже хорошие вещи. Я ему что-то. Ну, на каком-то этапе пока разошлись опять. Я говорю, знай меня, укорять меня в том, что я не люблю людей, потому что я вообще верю, исповедую, да, и проповедую всеобщее покаяние. Я верю, что каждый человек призван, должен и обязан и в оконцовке придет к полноте познания истины. Естественно, познав эту истину, доведет свою жизнь до совершенства. Которая в чем? В любви друг к другу, но только в правильной любви. И в мире, лежащем возле, она вообще не такая, как будет в небесном царстве, где все будут знать эту истину и жить по ней. Здесь, к сожалению, мир, лежащий возле. И порой поступки некоторые наши к людям, грешникам особенно, да, нам с виду кажется, что это не любовь. А это как раз любовь. Когда ты говоришь людям правду в глаза, это любовь. Причем не важно, твои родственники, друзья или далекие от тебя люди. Да. Так что, так что вот так вот. И вот на примере Александра, хочу просто показать это опять, да. Я уже все это пережил, опыт получил. Поэтому те, кто... Вы знаете, родственные души, они вот так автоматически чуть ли не слепляют. Ну, естественно, открой свои уста, я познаю тебя и прочие-прочие вещи. Вот, поэтому вот мы открыли. Я говорю, я даже особо развивать... Я хоть и сказал, сейчас напишу этот комментарий. Я уже не знаю, буду ли писать, какую у тебя нет техническая возможность. У тебя смартфона нету. Ты не можешь по WhatsApp, по Viber, по Telegram, по Skype позвонить бесплатно. По контакту, по одноклассникам. Все сейчас сделали. Поэтому, ну, я понимаю, что человек не хочет. И глядя на Иисуса, вы знаете, я говорю, когда вот этот мой опыт практически любви к миру я проявлял, да, в делах, я вот это все понял. Человек мне написал и пожелал доброго здоровья. Ну, что я буду? Я Александру желаю того же самого, да, действительно, в принципе, он плохого. Вначале даже начал как бы с комплиментов, что я какой-то необычный христианин. Я считаю себя как раз нормальным христианином. Как раз самым, что ни на есть нормальным христианином, да. Который максимум старается подражать и являть в себе жизнью учения Иисуса Христа. Который не строил храмов, я не строю. Который не ходил туда молиться, поститься, читать тропари. Он никого не отпевал, да, никого не венчал. Вот. Я живу по тому, как я вижу жизнью учения Иисуса Христа. Я как раз считаю себя просто нормальным христианином, да. А все псевдохристианские культы я просто считаю ненормальными. Вот и все из-за христиан этих людей, естественно, не почитаю. Потому что Иисус этого не делал, этого не заповедовал делать. А значит, они не ученики Иисуса, а ученики своих отцов. Вот. Но это не христиане. Вот. И поэтому я что могу? Я могу Александру тоже пожелать. Он мне пишет на нет и сюда нет. Ну, да. А я какой нет? Это не я отказался. По поводу почитать, да я, может, почитаю, послушаю. Найду этого Юрия Буркина некого. Но мы что, так и будем под комментариями в Ютубе переписываться? Кто смотрел мой ролик по комментариям, я уже на лайве тогда, я попытался объяснить, что когда вы пишете комментарии первого уровня, они еще у меня всплывают. Когда идет переписка под старыми роликами, я ее уже вообще не вижу. Тем более, если я вас сделаю одобренными пользователями, я тогда вообще никак ваши комментарии не увижу. Они нигде не отображаются. Ну, по крайней мере, может, я что-то в Ютубе, я не все понимаю в этом плане, да, грешенкаюсь. Я сколько могу стараюсь разбираться в блогинге, в Ютубе. Если я вас не одобряю, да, я все твои комментарии вешал на проверке, но я одобряю. И я уже даже найти потом целая проблема. Я должен помнить, какому ты ролику написал. Найти либо этот ролик, либо тебя по фамилии, имя, а так как вот имя, вы порой даже неизвестно, как называетесь. Но хорошо, если у тебя более-менее имя там, да. Я могу по поиску через имя тебя найти. Потом опять пытаться тебе отвечать. Я этой ерундой заниматься не собираюсь. И как я написал, Саше, что комментарии под Ютубом, я считаю, все-таки не для этого. Один-два комментария, желательно первого разряда, ну и что-то можно написать второго-третьего уровня. Достаточно краткая переписка. Есть ты сам. Что ты тогда имел в виду по словам воспринимать? Мы так и будем друг друга. Это хорошо, вот у меня видеоформат есть, я хоть могу тут вот выложиться, чего я там писать не буду, вот такие километровые ответы. Здесь я отвечаю, что тогда ты имел в виду по словам восприятия? Что это значит? Я говорю, я должен всем начать туфли целовать, принимать все их неучения. Что значит восприятие? Ну я могу почитать этого Юрия. Что дальше-то? Мы с тобой будем ее обсуждать? Каким образом? В комментариях под Ютубом? Мне это не интересно. Я здесь отвечаю каждую неделю. В принципе, на комментарии первого уровня за предыдущую неделю, так скажем, ну или с последнего ролика ответов на вопрос может пройти и две, и три недели. Вопросов у меня тысячи. Поэтому, конечно же, комментарии под роликами на Ютубе, это не социальные сети, если уж так назовем. Это не место общения такого братского. Это краткая переписка, да, это реакция даже братьев или врагов. Мне приятно, когда тех, кто мне симпатизирует, я, которым симпатизирую, что-то тоже пишут, комментируют, отвечают, даже просто благодарят. Благодарят и делают реакцию на ролики, потому что я говорил, помимо того, что это мне необходима обратная связь, даже которая пусть у вас одинаковая, да, вы просто благодарите. Это влияет положительно на продвижение видео, которым я считаю, что несут людям счастье и радость, и истину, да. Ну, дальше-то что? Ну что, так и будем переписываться в Ютубе под комментарии, в комментариях под роликами? Конечно, нет. Так, поехали дальше. Волтер Бушкин пишет к ролику «Реинкарнация». Пример с Ильей Иоанном хорош, но и сам Иисус явил нам это своим воскресением. Почему Мария Магдалина, столь близко знавшая Иисуса при его земной жизни, касавшаяся его тела, даже вдруг по воскресенье не узнала его, приняла его за некоего садовника, да и апостолы путешествия как бы не разглядели своего собеседника и не признали его хотя бы, хотя это был их учитель. Ну да, Клеопа и Лука. Да, потому что вид его, тел его был уже другой, хотя и человеческий. Воскресают в иных телах, но по духу его потом признали сердцем своим. Я отвечаю, я, кстати, может быть, не понял комментарий Волтера, тут я каюсь, да, как я это иногда делаю. Вот, может, я немножко не понял комментарий Волтера. Я отвечаю, он пример не просто хорош, но идеален. Это я про пример с Ильей. И это вообще-то не пример, в принципе, а я всегда зачитываю эти эпизоды, которые нам оставлены в Евангелии. Да, реально разговор и монолог Иисуса, разговор с учениками вообще об Ильи, кто он, что он. Да, Иисус прямо говорит, что Илья это и есть Иоанн. И Иоанн, он не воскрес, он не пришел с небес обратно на колеснице, прикатил, да. Он родился, и Иоанн предтеча Христов, креститель в воде, он родился, кто знает ни от кого, ни секрет. Это же, опять же, написано в том же самых канонистских Евангелиях от Иоакима и Анны, да. Ой, от Елизаветы и Захарии, это Богородие, Девы Марии родировал. Вот. То есть он родился. Значит, есть перерождение. Но Иисус говорит прямо, что Иоанн и Ильи это одно и тот же человек, человек, личность. Вот и все. Поэтому этот пример не просто хороший, это идеальный пример, который нас убеждает в том, что реинкарнация человека на протяжении веков возможна. Возможно, не все люди перерождаются. Возможно, Бог каких-то посылает без спроса. И когда-то без спроса всем нам дал первый класс, первый этап жизни. И потом так без спроса людей посылают в новое, но это в основном, наверное, грешники, которые творят зло, творят зло, и Господь их посылает. Причем, скорее всего, в те жизни, в те обстоятельства и условия жизни, в которых эти люди могут чему научиться? Истине, добру, любви, миру и радости, да. А люди, уже достигшие какого-то уровня, хотя бы вставшие на сторону света, возможно, уже там каждый раз, хоть нам это закрывается перед каждой жизнью, мы с вами видим все Иисуса, как Иисус прямо говорил об Аврааме, который увидел его и возрадовался. И, скорее всего, все наши последующие жизни, это наше добровольное пришествие на эту землю, дальше подвязаться в любви и светить этому миру. Вот и все. При этом Бог все равно нам закрывает память предыдущей жизни, оставляя лишь только опыт святости, как хотите, уровень святости нашей души, нас. Но мы идем в новое тело, забывая всю предыдущую жизнь, потом нам все это, возможно, откроется, да невозможно на 100%, но на данный момент жизни мы живем каждый раз, как в первый раз, что-то типа такого, да. Вот. И единственное, я просто не понял, я сначала так, так, я как ответил-то сейчас моим Волтеру прочтем. А вот пример с воскресшим Иисусом как раз пример неудачный, ибо Иисус не перерождался, а воскрес. Это разные вещи. Ну, и тут я говорю, может быть, я неправильно понял, я сейчас когда вот даже вам зачитывал сам этот комментарий, я обратил внимание, что, может быть, я немножко не, как я вам себя говорю, текст тяжеловато воспринимается, без эмоций, без интонации, да. Я не совсем понимаю, Волтер, что хотел сказать, и я уж не все помню, что я в ролике говорил. Я не могу понять, на какой момент вообще человек пишет свой комментарий, на что его вот так вот оп, и он отвечает, да, что его зацепило, что он считает нужным прокомментировать. Я-то этого не понимаю, да. Это вы меня слушаете, вам что-то в голову приходит. Я же не могу в ваши мозги залезть и попасть на тот момент, когда вы пишете этот комментарий. Вы видите, я сам говорю, я сам двигаюсь, я даже люблю жестикулировать. Это что-то тоже выдает, да, это жестикуляция, либо эмоции, вау, либо так, я говорю, либо так, поднимая палец кверху, да. То есть это все тоже выражает, еще усиливает какие-то вещи, вы более лучше понимаете, что я хочу вам сказать. Вот, конечно, когда я читаю сухие тексты, мне тоже тяжело. Вот, если Юрий говорил как об воскресшем Иисусе, как свидетельстве о реинкарнации, то я и сказал, что это не так. Иисус не реинкарнировал, а уже воскрес. Это вообще разные вещи, воскресение. То же самое вот именно Иоанн, он не воскрес, это очень важно понимать, и не с небес на колеснице снова спустился. Он именно родился заново, уже от новых родителей, в частности от Елизаветы и Захария. А если Волтер хотел написать, именно просто неудивительно, что мы воскресаем в каких-то новых телах, которые не в одних и тех же, что ли. Ну, правда, я не пойму, я говорю, связь. Тут я с ним как бы соглашусь, он просто перечисляет факты евангельские, что Иисуса никто не узнавал, и это действительно так. Ну да, это просто не раз, и я помню, я просто не помню все, что я в этом ролике говорил. Не раз мне пытались, да, как аргумент привести на перерождение, что типа, а в каких телах мы воскреснем, противники, реинкарнации, особенно в христианстве. Что он, у нас же в каком теле? Что у нас разные тела, и разные я буду. Я говорю, слушайте, тела вот эти наши физические, они ничем от одежды в нашей гардеробе, от количества разной одежды в нашем гардеробе не отличаются. От того, что я одеваю сегодня другую майку, разве я меняюсь перед вами? Вы меня узнать, что ли, не можете? А заметьте, действительно, Иисус даже воскреснув, казалось бы, воскреснув в том же теле, якобы, но только которое обрело бессмертие, его никто реально не узнает, реально никто не узнает. Можно, конечно, сослаться опять на что-нибудь медицинское, типа, у всех был, как это, я не знаю, как правильно говорится, медицинским, психологическим какими-нибудь терминами, о том, что его из-за вот этого шока, знаете, люди же не... Хотя они сами верили в воскресенье, но, опять же, воскресенье последнего дня, что типа, Иисуса никто не узнал, потому что узнали, что его убили, ну, как мог явиться Иисус? И люди, как говорят, знаете, мы видим то, что мы хотим видеть, и, наоборот, не видим то, чего мы не хотим видеть. Естественно, Иисус умер, хоть бы ты его прямо видишь, ты говоришь, нет, это не он, это просто... Близнец, там, мне мерещится, это дух или еще что-то. Я же не верю в воскресенье, что Иисус должен воскреснуть, да? Вот, но факт в том, что его реально не узнают, реально. То есть даже воскресшее просто тело Иисуса, оно реально не его, так скажем. То есть его не узнают. Это очень действительно показательный такой момент. Так что вот так вот. Так что думать, что как мне там говорили, а как же родственники? Они нас узнали в этих телах. А потом, типа, если я сто раз перерождался, как я встречусь в Царстве Небесном, мы друг друга узнать не узнаем. Узнаем, поверьте мне. Узнаем. Правильно, в принципе, я вот с Уолтером соглашусь. Если вот он к этому писал, я не совсем... Я как бы со своей колокольни думаю, читая его комментарии. А он, может быть, вот имел то, что я сейчас по-другому уже вижу его комментарии. Что если действительно на тот аргумент... А я в том ролике мог об этом говорить, потому что не раз его приводили. Что типа, как мы будем узнавать друг друга? Поверьте мне, узнаем. То есть так же, как мы узнаваем друг друга в разных одеждах. То есть так же, как мы узнаем, когда у нас меняется голос, мы заболеваем, у нас ангина. Но мы звоним по телефону, и наша мама, наши друзья все равно узнают, что это я. Да, голос исказился. Он охрип, я чуть ли не потерял, еле шепчу. Но потому что я говорю, как я говорю. Меня узнают. И через пять секунд, когда я сказал, да это я. Он говорит, это кто? Да я заболел. И все, и меня... Да я, Дима, я заболел. И вдруг мне... А, ты, Вась. А, ты, Дима. А ты, Кузнецов. Да, это я. И то, почему я дальше начинаю говорить. Даже вот голос постарался исковеркать, что-то в горло запершило. Мы же узнаем и доверяем, хотя я, в принципе, не до конца убежден. Я слышу, я и дальше слышу, как он еле шепчет этим заболевшим горлом. Да, но то, что он говорит, что он Кузнецов, что он говорит, что ты что, Вася, это же я Кузнецов. Мне этого уже достаточно, чтобы просто поверить по телефону, не видя этого человека, что это мой друг. Вот и все. Поэтому с этим уж проблем не будет. Это даже на земном уровне. Ведь уж действительно, что нам лезть туда в глубины, все мы там еще узнаем на опыте. Это никак ничего, истину, по крайней мере, не искажает. Ну, вот так вот на этом все. Ну, комментарий я ставлю лайк, он нормальный. Так, комментарий Паула Фроста сейчас читаем. Вот опять. Сколько этих Паула Фростов? Я же вот чувствую, название знакомо. Я либо блокировал человека, либо еще что-то. Почему я говорю все вот эти, вы знаете, я вот уже говорил, еще раз скажу. Все равно каждый раз может быть чуть-чуть нового аудитории, кто-то добавляется, кто-то старенький смотрит. Им, конечно, скучновато, наверное, бывает. Вот. Я на своем канале не хочу разводить, знаете, просто какие-то демагогии. Да. Я не хочу общаться, в принципе, как и любой нормальный человек с людьми, которые тебя не понимают совершенно. Которые вообще другого духа. В другой верят, в другой исповедуют. Да. Я, на самом деле, не просто абстрактно делю людей там на православных. Все это православное отстанет от меня. Я, конечно же, даю человеку нормальный шанс, как и мне дают. Сколько-то пообщаться, сколько-то переписываться. Я говорю, к сожалению, из-за того, что вы все прячетесь под этими картинками, меняете аватарки, меняете учетные записи, под новыми записями опять начинаете выносить там мне, мозг и другим. К сожалению, я говорю, я там трачу на вас свои силы и нервы, думая, что вы нормальный человек, оказывается, совсем не так. Ну, такова жизнь, никуда не денешься, конечно. Ну, да ладно. Ну, о чем я, к чему все это говорил? Читаем следующий комментарий Паула Фроста, хотя он очень знакомый этого Паула Фроста. Опять же, да, я говорю, мне не лень, мне даже нет желания. Сейчас, если забить этого Паула Фроста, можно по имени отсортировать комментарий, посмотреть, что он там в прошлом писал. Вот, потому что уж больно знакомое, да. Но судя по тому, что он мне сейчас пишет, уже поняшу, человек либо не писал, я его блокировал, либо он под новым, на новой почте там. Ну, в общем, ладно. После того, как средне Господне, состоявшись на сороковой день после Рождества, ты называешь обрезанием, имевшим место на восьмой день от рождения Иисуса, вопрос о том, насколько ты хорошо знаешь христианство, с повестки дня снимается. Дальше можно не смотреть. Я отвечаю Фросту, посмотреть дальше стоит, ибо эта ошибка суть моего посыла в этом ролике не меняет. А моя ошибка говорит лишь о том, как хорошо я забыл бредни православия, которые углубленно практиковал, а не о моих знаниях христианства, ибо слова Сретини нет в Евангелии, а православные не могут же общаться по-русски, им надо обязательно выпендриться, говоря по-церковно-китайски. Дальше я уже зачитаю комментарий без своего, его комментарий без своего комментария. На это хочу сказать, что кролику, это был комментарий кролику, была ли Мария Девы, когда зачала Иисус Христа, и ей ли осталась после его рождения. Благодаря этому комментарию, я, в принципе, Фросту этому благодарен, я записал, еще не записал, вот сделал уже значок для видео, выглядит он будет вот так вот, пустое и важное, вы отсаживаете комара и поглощаете верблюда. Я по-разному думал, как записать этот ролик, ответив на этот комментарий. Я сейчас не буду отвечать, потому что я буду писать целый ролик, зачем вам дублировать, занимать это время. Поэтому, в принципе, я думал это сделать и для Фроста, теперь я понимаю, что это бессмысленно, но раз я уж настроился, я думал ролик назвать и о Деве Марии, часть вторая, или ответ, или вообще ролик сделать, типа, учение человеческое, что-нибудь, учесть в божественном, в оконцовке мне хорошая мысль пришла, как этот ролик, конечно же, он будет непонятен тем, кто не посмотрит ролик о зачате Девы Марии, о празднике Среднего Господня православного. Я, естественно, там дам отсылку к нему, а вот этот ролик я запишу, пустое и важное. Скоро вы его, сегодня, не знаю, запишу, нет, завтра постараюсь записать и выложить, чтобы он, в принципе, шел сразу за вот этим роликом о празднике Среднего Господня. Здесь я даже отвечаю Фросту, ну, вы комментарии мы услышали, я действительно Средине назвал обрезанным, который на восьмой день, речь шла о сороковом дне, когда принеслась сама жертва, женщина по очищению, должна прийти была и принести жертву. Там я дам свой комментарий, это действительно моя, такая техническая, не богословская, а практически православная ошибка, да, я дам на нее, естественно, свой ответ. Комментарий, на самом деле, неплохой, я люблю, когда меня поправляют в этих вещах. В общем, сегодня я разглагольствовать не буду, я дам ответ. Но я так понимаю, Фросту он уже не нужен, я вам сейчас зачитаю его в следующий комментарий, что такому человеку можно дать. Единственное, я, как ему в комментарии, увидите, написал, что это никак, как говорят, на скорость не влияет, суть моего ролика была вообще в другом, и поэтому на восьмой день это случилось, или на сороковой, когда Мария в очередной раз пришла с младенцем, это никак на тему ролика не отразилось и на богословский, духовный смысл того, о чем я говорил. Об этом я попытался Паулу Фросту объяснить, я говорю, даже в тексте. Запишу, естественно, отдельный ролик, о котором вам сейчас написал. Что же мне отвечает этот Паул Фрост, некий, как всегда, безликие иконки. Да. Зачем тратить больше часа времени, то есть он и не собирается его слушать, если в трех строчках твоих комментариев через слово глупость и ложь. Ты не ошибся и не оговорился, ты банально не знал о смысле праздника Сретения, признавай не ошибку, а некомпетентность. Ну, вернее, на это я сейчас все-таки отвечу, да. Я три года практиковал православие и именно богослужение, служил в храме. Ты просто меня не знаешь. И то, что я это благополучно забываю специально, и слава Богу. Вот я так кратко. В том ролике в будущем я все отвечу. Ты лукавишь, когда говоришь, что слова Сретни в Евангелии нет. Перевод с греческого это встреча. И в Евангелии говорится о сотнях встреч Иисуса. Он только и делал, что встречался то с бесноватым, то с учениками, народом и так далее. Люди читают русский, я отвечаю тоже на это, второй пункт, люди читают русский язык. А Сретни, это не переведенное с греческого слово, оно встречается, но когда человек читает ваш синодальный перевод девятнадцатого века, дошедший до сего дня, он не видит слова Сретни. Это надо понять. Именно поэтому, если у вас было по-русски написано встреча, все было-то нормально. Особенно православные, очень любят нас, знаете, с этим там, а русский язык, Пушкин, Достоевский, все это там, бесовщина европейско-западная. Ну а что же вы греческие слова употребляете? Так и называйте встречей. Зачем вы называете праздник Сретни Господня? Называйте праздник встречи с Господом, по-русски, и тогда каждому человеку будет понятно. Естественно, я все это благополучно, слава Богу, забываю. Я в том ролике, единственное, что я забыл, наверное, сделать, как я делаю часто, когда начинаю говорить о православии, кто меня слышит, эти видео, которые, я, ну я, знаете, что я должен перед каждым роликом делать? Иногда забываю, иногда даже неохота. Я говорю уже, все, что я говорю о православии, я уже могу забывать. Даты, точные даты, там, точные имена, точные даты этих событий, эпизоды, кто, что, как. Я, естественно, уже от этого отхожу, а то, что ты не практикуешь, ты забываешь. Как и это, это не изменило никакой сути в будущем. Ролики, которые я полноценно запишу, вы увидите. Поэтому я, он меня человек в лукавстве, лукавстве, это надменное извращение, да, или непризнание. Никакого лукавства во мне в этом плане нет. Человек просто клевещет на меня. Потому что сретение слова, непереведенное, не употребляется. Даже, даже, вы знаете, да, в Евангелии Иоанна, он даже говорит, равви, и что значит учитель? Он сам автор, когда пишет Евангелие, дает нам это еврейское слово. В Луке 2, вторая глава, где мы читаем об этой встрече Симеона, богоприимца с Иисусом, младенцем Иисусом, нигде не написал Лука, что сретение Господне, это была встреча. Что значит встреча? Там такого не написано. Поэтому лукавишь ты. Вы-то пользуетесь непереведенным греческим словом на русский. Вот и все. И такого слова нету, да. А русское, это русское слово, смотрите. Третий пункт он пишет. Православие, смысле ортодоксальное. Я просто, когда вот это все, буду тот ролик записывать, в принципе, вот этот комментарий, я уже, наверное, читать не буду. Я первый прочту, а вот эту же переписку, я там не буду, вот здесь отвечу. А там я просто объясню, почему я сретение попутал с обрезанием, и как это вообще могло отразиться на смысле того ролика, и изменило ли это то, что я говорю. Абсолютно. Вообще никак. Ноль. Ноль. Вот суета-сует, ветер за улицей, на улице, за окном. Никак это не меняет, естественно, смысл ролика того, о чем я говорю. Православие, смысл ортодоксальное, подразумевает прямое, правильное учение человека, имеющего представление, что есть метаноя. А что ж ты русским языком не пишешь? Метаноя, покаяние. Что ты по-русски не пишешь? Какие же бредни, в каком месте ты себя углубленно практиковал, известно только тебе. Ну да, ты-то не хочешь об этом узнать. Те, кто спасается, достаточно православия ортодоксального. Фантазии сумасшедших, углубленно внедряющих в себе бредни, это удел психиатров. Сколько православия, четвертый пункт его, ты встречал, общаясь на церковно-китайском. Все. В храме вы общаетесь на богослужении на церковно-славянском. Ты уже не знаешь, что придумать и как выпендриться, чтобы не намешать в кучу больше грязи против православия, который не принял. А церковно-славянский это язык для богослужения. Так уж сложилось, что к славянам это так пришло через Кирилла и Мефодий. Только в церкви по традиции веков порядка десяти служба идет так, как и пришла на Русь. Так что выпендриваешься и лжешь конкретно ты. Хотя, может, ты мнишь себя, как европеец, которому чуждо славянское. Ты, может, в латыни дока, ну, доктор он имел в виду, профессор. Во всем остальном ты все же туп, глуп, лжив и зол. Это вывод из тобой написанного. Человек меня судит, он даже ролик не хочет смотреть. Вообще, этот Фрост, я говорю, я по названию, все-таки кое-что, я говорю, у меня, конечно, очень хорошая визуальная память. И мне вот эти, я говорю, люди, которые не бывают в шкуре ютубера, им этого, конечно, тяжело понять. Я не могу всех запомнить и так далее. Вот этот Паул Фрост, и причем я, как всем говорю, я, в принципе, даже... Сейчас я, правда, это стал практиковать. Я, когда блокирую человека, вы знаете, я теперь стал его прям сразу уже на всех каналах. Я просто научился. Раньше я, помните, рассказывал, я не знал, как это делать. Я это делал только через удаление последнего комментария. И все. А теперь я, с недавних пор, буквально за три года моей ютуберской деятельности, я только полгода, пару месяцев назад научился, как можно человека отправлять в черный список без удаления его хоть какого-то комментария. И поэтому теперь я обычно этого человека сразу на всех каналах вношу в черный список. Хоть мне надо пять каналов открыть, да, и в каждого там внести. Но это несложно. Ну, вот вам живой пример. Ну, что я буду с этим Паулом Фростом общаться? Ну, поправил он меня в том, что в Сретенье, да, это на сороковой день, когда Мария пришла не обрезывать уже, она пришла на восьмой, а еще раз пришла, чтобы за себя уже жертву принести. Ну, что это поменяло в том ролике? Ничего. Ну, поправил бы меня кто-нибудь другой здравый человек, который не будет писать, что я просто туп-глуп, зол, и что он там еще написал, да, и невежда во всем. Только потому, что ни одного моего видео не посмотрел, а, возможно, смотрел просто не пишет, да, но по моим комментариям, по моим ответам он вот так судит. Да и пусть судит, и ладно, это что дальше-то? Зачем мне дальше вот этого человека держать, так скажем, на канале? Ну, что он доброго мне принесет? Да ничего. Ничего. Ровно ноль просто. Никакой пользы от человека, который просто тупо тебя оскорбляет, унижает лично, да, ни за что. Про невежество. Ты обо мне ничего не знаешь, чтобы говорить, что я в православии. Я вот и тебе, я, по крайней мере, обо мне можно все узнать. Сколько мне лет? Сколько я жил? И ты, если захочешь и потрудишься, ты узнаешь мой путь жизни. Я о тебе не знаю никто. Ни сколько тебе лет, ни как ты живешь, сколько ты прожил в этом православии. Что ты сам-то знаешь? Ничего. Я не могу ни зайти, ни тебе написать, ни позвонить. Вы все спрятались, как трусы, в кустиках и оттуда камни бросаете. Вот весь ваш удел. И я то, что говорю, это правда. Вы реально из кустов кидаете камни, даже непонятно, кто в тебя кидает. Я открытый для общения. Открытый? Просто целыми днями на себя я говорю, я вам не скрываю, кто помнит мой ответ на вопрос, как-нибудь еще покажу, там этот список растет. Сколько заблокированных таких вот аккаунтов пользователей? Да уже, наверное, там под сотню у меня набралось, при условии, что у меня 800 подписчиков. 100 заблокированных. Представляете, всех я, кстати, публично, кто помнит, проводил амнистию и ничем она хорошим не закончилась. Опять полилась, кто увидел, кто-то из свеженьких, кто-то, может, из стареньких, кто-то, может, подсматривает, кто-то, может, этот ролик услышал, что я провел амнистию. И чем тогда закончилась? Эти же самые люди, опять та же самая грязь, глупость. Зачем мне это надо? Я не против, я говорю, какой-то внешне, естественно, обратной связи, я сам ее прошу, я контактирую. Ну, с человеком, который, ну, все, он упертый православный. Ну, что? Ну, не надо тебе мои ролики, да не смотри. Я к тебе в дом тебя жать красную кнопку play никто не заставляет. Я к тебе не вламываюсь, под твоими роликами ничего не пишу, в твой дом не захожу. Ну, а мне зачем вот это все слушать? Какую он мне пользу принес? Ну, какую? Евангелие я знаю практически наизусть. Вот именно. Это же вы православный назвали его непереведенным словом с ретиня, что когда я перестал проповедовать православие, я уже не могу состыковать с ретиня, с вот этим богоприимством, так назовем, Симеона, богоприимца, как ему и дали прозвище, да, опять же, православный. Вот с этим событием. Хотя евангельское событие я знаю дословно, практически наизусть. Поэтому я не знаю ни невежды, ни в христианстве, а в православии становлюсь, слава Богу, невеждой, чему и радуюсь, что все это из моей головы настолько вычищается. Я даже вот ими не потрудился перед роликом, я понимаю, я думаю, у меня мысль, у меня когда есть такие, я вам рассказывал, я даже в роликах обычно говорю, или сам сижу, да, у меня приходят сомнения, и мне даже лень в этом разбираться. Я даже считаю себя это вредным. Я даже не стал утруждать себе выяснением, правда, воспоминанием с ретинь от обрезания, или вот этот вот жертва, которая Мария пришла на 40-й день, а не на 8-й, принести за себя и за младенца. Мне уже без разницы, как вы это называете. Вот и все. Вот именно поэтому я понимал, что это вопрос несущественный. Кто знает, я сам на себя писал, так скажем, разоблачение, поправлял свои ошибки, когда где что-то говорил, когда Бог мне на сердце ложил, когда кто-то в другом контексте, вот ты бы просто сказал, слушай, ты тут ошибся, ты прослушал весь ролик, понял, что это никак смысл ролика не изменило, и действительно от чистого доброго сердца говоришь, что ты вот тут ошибся, это не обрезание было, а 40-й день принесения жертвы, и тогда только Семен и увидел, он его не увидел почему-то, потому что, как и написано, по вдохновению только в этот день пришел в храм, он не жил там. Бог ему положил на сердце прийти в храм, и в этот же день Мария пришла, но Бог ему не положил прийти в день обрезания. Суть того ролика, о чем в том ролике, я говорил, вообще никак не изменилось. Ну что вот, человек-то он просто, просто не хочет ничего там, скажем, меня послушать, да? Ну и все, он и слушать не будет. Если он вообще не смотрит, что значит, я его блокирую, этого человека, а он наверняка и не подписан, и не будет смотреть. Если он на этот ролик, говорит, он не хочет час строить, ну сколько мы с ним еще будем в переписке? Я уже на этот комментарий, ему, естественно, четыре пункта, я вот сейчас устно ответил, и все, я даже письменно не буду отвечать. Слушать, если, правда, как он этот ролик послушает, я тоже не знаю, если он тот не хочет, этот не хочет. Значит, я просто не хочу, чтобы человек бедно утруждался и в следующий раз тратил свое время на написание мне негодному, тупому, глупому, злому, и какой он тут еще эпитет, и лжецу писать свои добрые, светлые, чистые комментарии. Вот и все. Так что, вот так вот. Ну ладно, на этом все. Хотя, кстати, вот я вам публично всегда, мне нравится это показывать, я ему под этим комментарием даже от себя авторский лайк ставлю, чтобы это был не классик, который непонятно от кого, потому что за счет его этого комментария, вот этот комментарий, где он меня, так скажем, поправил, это не обличение, не учение, это вообще не грех, это никак не исказило ни духовной сути того, что я говорил, той пользы, которую люди должны были духовную получить и поправить свою жизнь. Был хороший комментарий, потому что я почему еще его записал, я еще не знаю второго комментария, я понимал, что я сам проповедую совершенство во всем, и даже несмотря на то, что это грешное и тленное тело тоже уйдет в прах, я проповедую, что даже тело свой человек должен содержать в совершенстве, и физически, в виде тела, спорта, ну поняли, и питанием внутренними органами, и красотой, что надо красиво, стильно одеваться, приятно другому на глаз, можно и дешево. Я не проповедую дорогие одежды, но ты что, не можешь опрятно, аккуратно одеться, чтобы людям с тобой было приятно? Это же есть любовь, ты даришь людям счастье, а как он будет радоваться видеть тебя в дерьме по уши? Ну как? Некрасивым, неопрятным, вонючим, ну что, не можешь постирать носки трусы, рубашку, штаны, если они уже там заляпаны, что просто неприятно, мне смотреть неприятно, да? Нет, я могу у тебя оставить, но мне, если близко, мне неприятно. Мы все воняем, ну надо мыться, а что делать-то? Вот, и здесь то же самое, я проповедую, всегда говорю, да, в принципе, и в принципе, это я даже признаю, и в том ролике буду подробно говорить свой косяк, что в принципе, ну все-таки надо, ну я подзапамятовал, что это с ретине, потому что вот именно, я мог нормального человека отпугнуть, да, у него правильно мысль сложилась, что я запамятовал, но правда, меня обвиняют, что я лжец, лукавый, это абсолютно не так, я запамятовал, и не стал себя утруждать, да, это все-таки обрезанный, или это тот сорокадневная жертва, которую должны были евреи приносить после рождения ребенка, первенца, ну запамятовал, потому что меня сейчас это, это же чисто православное все, я об этом там буду говорить, оно само, это опять православное, зачем мне опять в это вникать, я суть ролика хотел вообще другую показать, и показал, так что вот так вот, продолжаем дальше читать, что-то я хотел, но я, да, мысль не закончил, ну ладно, я уж что-то об одном и том же, Тенео Ультриус, здравствуйте, я очень рад, что встретил ваше видео, и рад, это к видео о крещении, помните православное, эти купания, что встретил ваше видео, рад узнать, что я не один такой, с таким мировоззрением, касательно нашего Иисуса, культа православия, и так далее, я отвечаю, Тенео, привет, узнай меня получше, ибо я могу оказаться не тем, кем ты меня представляешь, а тем, кто есть на самом деле, я, кто знает, во-первых, конечно, у меня был такой пост, в, в социальной сети, узнайте меня получше, но я вам все это произнес, я ему тоже самое написал, и кто знает, я даже на канале Христолюб, вот это избранное, которое я сделал, куда всех приглашаю, я даже там в шапке, именно вот это, мое изречение, и поместил, потому что там тоже отрывки нарезаны, здесь сейчас тоже, я говорю, я не то, что там, естественно, не собираюсь наезжать, на Тенео, я как-то отпугиваю человека, нет, я реально, как вы уже посмотрели, начало мы с вами говорили, с Александром, что, ну, посмотрели вы один ролик, вам кажется, что мы единодушны, завтра вы узнаете, что я сам не убиваю животных, проповедую, что это огромный, страшный грех, от которого надо срочно, человек, в котором надо срочно покаяться, изменить свою жизнь, и ты сразу от меня отвалишься, поэтому, когда мне сейчас пишут при первом просмотре, втором, третьем, я всегда рекомендую познакомиться со мной, с моим творчеством поближе, для этого есть все возможности, да, начинать я всем рекомендую, даю ссылку на свой плейлист о себе и своей жизни, прежде всего, начать, начинать надо с него, вот, и тогда мы уж будем решать, и, пожалуйста, пишите, звоните, пообщаемся сразу, так это или не так, я уже себя не тешу надеждами, и поэтому такие комментарии, я, с одной стороны, рад ему, с другой стороны, я в последнее время перестал тешить всякими надеждами, и во мне, точнее, даже из мула этого мировоззрения перестали возникать какие-то такие радостные, положительные, прямо эмоции сразу, что вот, как здорово нашелся там, да, как он сам пишет, ТНЛ, встретить, я не одного такого, как я, это еще пока не факт, время покажет, вот, мне спешить некуда, и кто знает, я подвязался и в отшельмической жизни, я могу жить один, вот, опыт показал, что мне достаточно и двух-трех братьев во Христе, с кем я по душам общаюсь, вот, поэтому я теперь больше ничего не жажду в этом плане, да, не ищу, никаких особых у меня стремлений нету, то, что вот есть, то и есть, да, находится еще хорошо, да, я, конечно, этому рад, ну, а нет, как написал тоже сегодня один из подписчиков и зрителей, и суданин, да, а, ну, он же и написал, это Александр, так, ну, вот еще тот сами, кролику Христалю по Девятьярове, вылез в рекомендациях, название кричащее, решил глянуть, прослушал 17 минут, чё о чём, из пустого в порожное, ну, я пишу, ну, извини, что потратил твое время, он пишет, да полез я далее, там еще одно видео вылезло с Девятьяровым, почитай там, если не лень, много сказал о тебе, где он правда обо мне сказал, я что-то не знаю, хотя это вряд ли тебе будет интересно, ты ведь сам себя знаешь хорошего, ну, и улыбается, или ржет, я не знаю, я так и не понял, куда он полез, чего посмотрел, где он обо мне написал, потому что у меня никаких больше комментариев нету, вернее, я уже сказал, если вы пишете, где-то там, во втором, третьем уровне, ну, правда, одобренных я не вижу, не одобрен должен был, у меня больше оттенеки, ну, был еще один, сейчас мы его увидим, но где-то что обо мне писал, я чуть больше не видел, вот опять, что мне с этим человеком, ну, что, ни о чем я у него, да, надо мной, можно сказать, смеется, да, что я и сам себе хорошего, а, вот он пишет, ну, может быть, это, но это я видел комментарий, ну, ничего, мудрец, он мне пишет, а у тебя ума не хватило, встать перед объективом, как должно солнцем за объективом, а не объектив, но это же вроде даже дети знают, но я пишу, я тупой, не обращай на меня свое внимание, он мне пишет, не я сказал ты, ну, что мне с таким человеком, какое будущее меня с ним ожидает в общении, ну, конечно, никакого, поэтому, я блокирую только по той простой причине, что будет давать эта переписка дальше, вот два комментария его, и плюс еще несколько комментариев второго уровня, где мы начинаем переписываться, ничего, второй, третий комментарий, я так подразумеваю, естественно, я могу ошибаться, было бы хорошо, но он будет писать то же самое, там я тупой, ну, там я дурак, там я, ну, он не дурак, написал там я мудрец, ну, естественно, он мне это в кавычках, да, если бы ты с добром пришел бы, ну, написал бы, типа, Дим, ты что, не мог, да, ты же издеваешься, вот этот мудрец, ты же подергиваешь меня, ну, да, я не так встал, хотя, вроде, не тупой, и стараюсь заниматься этим, но тогда не знаю, я первый раз, кстати, записывал ролик, насколько я помню, вот этот ролик, я о Жене говорил, его поддержка, она началась, может, травля его, да, я записал этот ролик, я купил штатив, но я им практически не пользуюсь, сюда привез, обратно повезу в деревню, я тогда первый раз на штативе, кто помнит, поставил, и, в принципе, вот так по пояс, наверное, стоял, или даже больше, поставил я, правда, тоже не помню, почему я его, а, я его поставил, все это в тени, да, и не было, по-моему, насколько я помню, там у меня большое дерево, вообще, сначала тень была, как всегда, я коротко говорить не умею, солнце двигается очень быстро, небольшое дерево, как-то там вот так получилось, да, возможно, пол ролика там уже было, что, естественно, солнце, если прямо в объектив идет, ну, вот так вот получилось, ну, что, ну, ты же меня подергиваешь, ты, что ты там, из-за того, что я технически ошибаюсь, ну, все ошибаются, если бы ты по-доброму написал, да, или с юмором, ну, у тебя юмор, он такой, злостный, это же, ну, я так чувствую, я же чувствую, с чем ты ко мне идешь, уже опыт жизни мне просто это показал, вот, так что вот так вот, хотя, конечно, суперзлого ты тоже ничего не писал, не знаю, может, пока не буду блокировать, вот, ну, просто-то однозначно, вот, у вас такие ники, что я не могу даже запомнить, ладно, двигаемся дальше, Елена Новикова, к ролику спасения, поверь, просто потрясающе сказано, спасибо, ой, себе леплю сердечко, не тому, так, Ирина Шарикова, к ролику лже, учение православия под протестантизм, дорогой брат, спасение души, слишком серьезный вопрос, чтобы так легкомысленно к нему относиться, я к спасению души отношусь совсем нелегкомысленно, у вас, Ирина, сложилось ложное обо мне представление по этому одному просмотренному ролику, Христос создал одну церковь, он не создавал конфессии, прочитая серьезные книги, ну да, то я их за 10 лет не читал, Сергей Кобзарь, протестантизм или православие, не губи людей своим заблуждением, но я Ирине отвечаю, я с тобой полностью согласен, что Иисус не создавал псевдо-христианскую, транснациональную, сетевую, финансовую, рабовладельскую корпорацию под брендом православие, так в чем же мое заблуждение? Ну, Ирина, это уже было 19 часов назад, пока ничего не ответила, я ответил 15 часов назад, я полностью согласен, Иисус православие не создавал, Иисус проповедовал свободу человеческой души, избирать добро и зло, а и от то, что от его выбора, добра или зла, зависит его вечная жизнь, благая или страдательная, причем зависит уже в сегодняшний миф, и в веки вечные, вот, что учил Иисус, и какую церковь создавал, из тех людей, которые будут это познавать, жить и проповедовать другим, вот и все, а православие не создавал, поэтому мне Ирине, в принципе, тоже совет в ответку, ты Евангелие, почитай внимательно, и попробуй его сличить с лживым учением православия, с тем бредом, тем комом, псевдо-христианских, святоотеческих преданий, постановлений, соборов, учений частных, отцов, и так далее, учителей, богословов, это вообще с Иисусом Христом как-то, хоть рядом, где-то находится, и ты поймешь, если ты себя честно начнешь отвечать, конечно, отвечая лживо, погашая в себе истину, которую Бог тебе просвещает, ну, ничего ты не познаешь, да, вот, ну и кстати, я как всегда скажу, ты уж прости, но ты мне не сестра, и недорогая, я пока тебя знать не знаю, пока ты для меня безликая, потому что аватарки у тебя нет, Ирина, Шакирова, я пока ничего о тебе не знаю, вот, если ты просто веришь в исторического Иисуса Христа, что Бог являлся на землю, нас с тобой это еще теоретическая вера никак не объединяет, потому что жить ты можешь в соответствии со своим лживым учением, скорее всего, православием, которое просто паразитирует на жизни и учении Иисуса Христа, а соответственно, я тебя назвать сестрой, как это делал Иисус, не могу, брат и сестра мне тот, кто живет по истине, по любви, по свободе, да, вот это мне, братья и сестры, которые не исповедуют, не проповедуют, не практикуют культы, эти люди, да, а здесь, для меня слишком это дорогие слова, чтобы я их использовал ко всем подряд, как мы тогда будем как-то их делить, чтобы кто-то понял, как ты относишься к этому человеку, когда я приветствую всех во Христе Иисусе, тоже я подразумеваю, ты говорю вот эти вот вещи, я не говорю, что это все веруны, так, всем, кто реагирует, всем спасибо, мои родные, любимые, и действительно дорогие, моему сердцу, братья и сестры, Валера, кролику перерождения, наша жизнь от прихода до ухода, это сплошной экзамен, из выбора между добром и злом, цель которого богоподобие, из выбора между добром и злом, цель которого богоподобие, желаю всем нам пройти это поприще к высшей святости, за эту короткую жизнь, сдав все экзамены на отлично, через совершенные дела любви, конечно по делам нашим, бог вынужден будет оставить некоторых из нас на второй год, но не убить, слава ему вовеки, ну я согласен, я написал, что все так присоединяюсь к пожеланиям, вам всем спасибо, Оля, Саша, все кто реагирует, на комментарии, всем вам тоже, в ответ, в ответ мое сердечко, обнимашка, которой я отвечаю, так, куда пропало, Иукрум 7, прошлому ответы на вопросы, я лично вообще не верю в тот ад, о котором говорят люди, прошу прощения, я, конечно, о боге знаю очень немного, но если вы думаете, что он отправляет людей в какой-то странный, мифийский ад, это значит, что вы знаете о нем еще меньше, смею предположить, что вы вообще его не знаете, бог есть любовь, это неоспоримая истина, все это странно выглядит и странно звучит, мы все, те мы, кто таки знает Бога, знает его очень близким, нежным, настоящим другом, он такой есть, давайте поблагодарим его за его дружбу, и обнимем друг друга на конец, он хотел бы этого, аминь, я люблю вас всех, друзья, все вы мои братья во Христе, аминь, но я отвечаю, Айкруму, Иисус, Бог, любовь, пришедший во плоти, любит всех, но при этом называет грешников детьми дьявола, не путай слащавую человеческую псевдолюбовь с истинной любовью Бога, ну, кто знает Евангелие, тот знает, что Иисус был очень разным, да, так, и дальше он пишет кролику крещения Христово или православное, друг, как можно с тобой просто поговорить о том, о чем ты говоришь, я не святой, но у меня есть свидетельство, для меня это факт, я хочу задать тебе вопросы, надеюсь, ты поможешь мне понять, разобраться, у меня есть вопросы, много вопросов, и мне нужны ответы на эти вопросы, возможно, у тебя есть ответы на эти вопросы, помоги мне понять, пожалуйста, я люблю Бога, но я многое не понимаю, мне кажется, если можешь, давай поговорим наедине, я общался со свидетелями, когда-то начинал с ними, сейчас думаю, что Бога люди не знают вообще, ни православные, никто, люди Бога не знают вообще никто, он совсем другой, чем мне рассказывали, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь, ответь поговорим, ну, я дал ему все ответы, все контакты свои, и что-то никто, я вот вам на этих живых примерах, просто показываю, люди все-то хотят, и ничего хотят, почему я говорю, раньше я, конечно, терзался, сколько на это сил, времени полагал, а самое главное, что действительно, отдавал частичку своего сердца, там, вот, ждал, там, что-то человеку, сейчас, я говорю, стало, вот, знаете, честно, до лампочки, сначала напишет, давай поговорим, да, давай, и ничего, и тишина, у кого возможностей нет, у кого потом желание пропадает, вот, и раньше я говорю, я так тепло, реагировал, там, всячески, ну, где-то, там, напишу сто раз, сейчас я, кому я нужен, я всем рад, с моей стороны активность, вот, во всей моей деятельности, виртуальной, в реальной, вот, а уже, знаете, как говорится, когда я начинаю чуть раньше, я знаете, как я, говорю, стыковался с человеком, и сам, сам все тянуть начинал, какие-то потуги, что-то там писать каждый день, ну, как ты, ну, что ты там, или где ты там, да, сейчас я вообще перестал, поэтому, в основном, пишут мне, я больше отвечаю, а с тем, с кем действительно сходится, оно само сходится, я говорю, мы в одной группе оказываемся, в оконцовке, да, и мы всегда на связи, друг другу, с радостью звоним, у нас общее мировоззрение, общая жизнь, пусть и даже действительно, в разных концах мира, но, по сути, мы одинаково живем, вот, ну, а все вот это, знаете, такое, мне всегда вспоминается фильм, брат, вы помните, брат 2, когда они в Америке сидели, раков жарили, в озере посреди Нью-Йорка, или какой там город был, помню, в Нью-Йорке они были, и это Данила спрашивал, вот эта проститутка, Мерлин, что все спрашивают, how are you, что это значит, ну, как дела, как живешь, о чем, что, всем интересно, как у меня дела, он говорит, да, она говорит, да, никому дела нет, всем до лампочки, говорит, так просто принято здесь, я помню, меня есть тогда, когда есть до покаяния, естественно, фильм-то давнишний, брат 2, уж сколько багров, сколько прошло, сколько он умер, вот, ну, вот, такие вещи запоминаются, это действительно так, что это просто как дела, ну, если живут одной жизнью, да, нет, я не против этих как дела, я сам говорил, что это тоже частью любовь, вот, но опять же, это с людьми, с которыми, ну, хоть что-то тебя связывает, хоть как-то, и у меня, я говорю, разные есть, нельзя, это мы все в одной группе, есть у меня личное общение с некоторыми, теплое, да, пусть мы не, они не все в курсе, как я живу, я как они, мы не в одной группе, где мы целыми днями вообще все друг другу рассказываем, общаемся, ну, тоже достаточно теплые отношения, поддерживаем друг другу, сорадуемся, как тут именно, следят за моей жизнью, пусть даже посредством только этих проповедей, вот этих ответов, тех же самых, в социальных сетях они видят, что я выкладываю, ну, раз так, в неделю, может, в месяц что-то перепишемся, да, ну, этого достаточно, слава богу, отношения теплые, ну, глубже никто никого, так скажем, не интересует, ну, что ж, ну, не интересует и не интересует, я говорю, тут я тоже в этом прям плохого ничего не вижу, но вот иногда, я говорю, тоже я людей не пойму, что-то напишет, ну, ты хоть доведи до какого-то логического, сам не пишешь, ответь, поговорим, как будто я закрываюсь, меня как бы, в том плане, люди сами вытаскивают меня на призыв, и, как будто я не отвечаю, я отвечаю, вот, просто сами, наверное, не можете понять, чего вы хотите, Викуля пишет к ролику, дела спасения по вере или по делам вере, как я ждала этого ролика, дела лицемеров обличаются, вера диванная, не спасает человека, ни его, ни дом его, от избытка сердца, говорят, устал, все верно, согласен, всем, кто спасибо, Галя, Саша, спасибо за реакцию, Оля, Надя написала, такую, притчу, что ли, слушайте, я уже подустаю немножко, вы, наверное, тоже ролик больше часа, Надя, тебе спасибо, кто захочет, под роликом, дела, ну, спасение, поверили по делам, прочитают комментарии, надежды, тишли, я ее поблагодарил, там лайк поставил, просто я, тоже устал, большой комментарий, так, мне уже начинает мерещиться, кому я поставил, кому не поставил, Аллочка, Оля, так, еще YouTube тупит, да что ж ты проматываешь, ты, Викуля, спасибо, назидательно, как всегда, смело, горячо, стараюсь, дорогая, все, по-моему, нет, нет, не все еще, Галя, спасибо, а, ну да, все, все, на этом мы закончили, они уже начинают потопливать, потому что их много, ну, вроде час 08, для меня, норма, еще, все, краткий, давайте, обзорчик, что у нас на следующей неделе, у нас следующее, на следующей неделе, я вам сказал, я постараюсь если завтра запишу завтра вы его увидите ролик вот такой вот пустой важно по сути продолжение того ролика вот этот который вы смотрели где он тут у меня вот она дева самый первый час он до стоит была ли мария девы когда зачала иисуса то что я там поправлюсь ну а вам предстоят какие ролики 15 18 числа послезавтра истины или предания в этом видео я подведу итоги помните роликах где я проводил опрос о том сколько людей читали библию вот там кстати в этом ролике я буду показывать свои ошибки опять что я неправильно посчитал неправильно там златоуста все это вот кто меня знает я нормальные ошибки даже грехами назвать нельзя это ошибки и хоть это иногда в одном понимании я специально разделяю в одном одно определение по сути к слову грех дает определять через слово ошибки там о грех до проступок то здесь я специальных разделяю эти ошибки греха то что ты совершил настоящий вред своей природе телесной духовной да это ошибки которые легко поправляются и которые не влияют на суть вещей действительно на грех не приводчик к греху или наоборот к добродетели это просто ошибки вот и все точно так же как ты пошел в магазин и вспомнил что ты пошел не в ту сторону задумавшись развернулся пошел в другой это не грех что я перепутал дорогу вот и все вот я думаю ролик будет полезен и назидателен и дальше выйдет такая серия роликов они большие в принципе все по моему по полтора по часу по полтора по два первый из них это история человечества кратко история человечества от а до я очень рекомендую к просмотру новых естественно все рекомендую дальше я записал ролик история где правда а где ложь кого слушать что читать я воспользовался комментарий не комментариям а мне на почту прислал человек некое письмо я его зачитав записал это видео там я буду говорить об истории а псевдо истории альтернативной истории вот так и такие мысли дальше будет анонс естественно я отдельно раньше у меня был такой общий плейлист история творчество культуры туда все понапихал я разделил эти плейлисты у меня теперь отдельно творчество для как раз и там по татуировкам стал все эти ролики добавил а история все-таки отдельно и там уже 10 видео я записал краткий анонс как я это как вы заметили стал делать последнее время к самому плейлисты где анонсировал так каждое видео кому интересно чтобы посмотреть и я за еще смонтировал ролик 100 100 миллионов смертей испанка или испанский гриб чума 20 века который погибло вот столько людей этот ролик не свеже записаны я его вырезала из своего ролика на библии на книгу откровения на печати книги апокалипсиса на а4 кто помнит конях я еще там в этом ролике говорил и размышлял отдельно записать или сделать встроенный и все-таки встроенный сделал а теперь все равно решил вырезать кому интересно было такое очень событие знаменательное да действительно была испанка испанский гриб как он называет действительно чума двадцатого века от него погибло ну 100 миллионов я взял такую хайповую цифру ну как так и написано в википедии в той же самой от 50 до 100 ну естественно значки надо написать 100 вот может быть даже погибло и меньше 40 ну сами понимаете цифра огромная немногие об этих событиях знают естественно кому интересно вообще кому интересна история я так тот плейлист и назвал история события знаменитые люди туда я ролики что-то помните о жанне дарке отдела наполеоне монашество раннее христианство я туда поставил ролик кто помнит ну еще вот такие да руси о православии зачем о православии ли русь помните где я на основании путешествия апостола павла показывают что христианство естественно было и до крещения о православливании руси князем владимиром да вот эти подобные ролики туда собираю кому интересно пожалуйста обращайтесь плейлист отдельно все ролики что-то связаны с темы вот истории на этом все все я вам сказал на неделю все сказал у меня все пишите дальше ваши комментарии звоните мне всегда в личке в друзья добавлять я только прошу вас откройтесь миру перестаньте прятаться поставьте нормальной аватарки себе на аккаунты чтобы вы были узнаваемы что общаешься с человеком даже не видишь его нормальные возьмитесь либо фамилию имя там как угодно либо никнеймы а лучше там можно и то и то сделать да откройте свои социальные сети перестаньте прятаться какие вы христиане никакие не христиане по социальной сети можно много чего узнать о человека чем он живет чем он дышит много раз видели как я по этим же комментарии перехожу на те же самые это же получается человека аккаунт или канал там все сразу понятно что многое оттуда не раз вы видели как я показывал у человека там чуть ли не сатанизм но он меня учит христианской жизни если вы настоящий христианин то вы не имеете право прятаться более того вы сами себя свидетельствует что вы никакие не христиане христиане это люди которые светят миру как вы мне интересно светите находясь во тьме и под колпаком вывод отсюда один что вы имени не являетесь потому что самый с узкого нормальный человек не ставит свечку под сосуду если вы под сосудом под спудность и спрятан значит вы не свечка тоже свечки не ставит под сосуды вот и все на этом все больше не занимая вашего драгоценного времени я с вами прощаюсь всех по-братски обнимаю целую всем вам желаю вашей жизни всего самого доброго и светлого ну и пока пока до встречи в новых видео а